Итак, дорогие друзья, мы с вами начали изучать объектно-ориентированное программирование Kotlin. Во всех источниках в интернет идет сравнение с Java. Я сравниваю с Python. Потому что цель школы сделать многопрофильное программирование, чтобы вы могли писать на нескольких языках. Поэтому я рассказываю, как в Python. Мы рассматриваем, как в Kotlin. И по ходу понимаем, конечно же, отличия в Java. То есть, если вы начнете работать Java, то вы будете понимать очень четкую разницу между Java и Kotlin. В первом уроке у нас все классически. То есть, я объясню, почему мы начали изучать классы вроде бы так рано. И может ли быть путаница? Путаницы точно не будет. Если вы посмотрите курсы, то у вас немножко сначала будет удивление. Сначала идут переменные, потом уже сразу функции, потом некоторые главные вещи. И вот уже далее мы переходим в второй, там третий и бац, классы. Сделано это для того, чтобы человек миновал этап, когда человек сначала изучает язык, потом у него идет перерыв, осмысление, а потом он начинает писать. Это новый метод, который отлично работает. И я рассказывал на канале Джанго про него. Вот реальный человек, который пишет на двух языках. Сергей Асачий. То есть... То есть... Секунду. Для тех, кто начал с этого видео, зачитаем комментарий. Пять месяцев назад я и Ubuntu установить не мог. Для меня это было как собрать какой-нибудь космический аппарат. Но в школе все происходит покруче и побыстрее. Каждый по совету скинулся, дело сделано. Программа обучения мне нравится, все круто, бери и делай в удобное время. Было недоумение, как учить два языка, но как-то взял и начал. Ощущения очень крутыми, слова меня опишешь. Каждый день что-то новое, и еще появились планы на будущее, и это круто. Вот это главное, что у человека появилась вера в себя. Вот это важно. И у него получается. Если посмотреть назад пять месяцев, то разница очень огромная. Был один, одним человеком начал вставать другим человеком. Я не перепрыгал, это прикольно. Просто пробуйте, и будет все нормально. Так вот, ребята. Теперь от меня пояснение. Вот смотрите. Почему же так мы сразу вклинились в классы? А если вы заметите, то мы уже начинали использовать классы. А когда мы тронули функции, мы начали в пределах функции рассматривать объекты, методы. Ну тогда отвечайте мне на простой вопрос, ребята. А вот смотрите. Я за вас отвечу, потому что новички, наверное, не ответят. Когда мы пишем программу? Мы пишем программу при помощи чего? В основном при помощи функций. Так подождите. Можно было изучать отдельно методы. То есть отдельно типы объектов. Отдельно функции. А потом у вас бы ушло время сложить все это в голове. Это потеря времени. Ну понимаете, ну понял я это на восьмой год. Ну что сделаешь? И когда я себе задал вопрос, я постоянно искал. Валера, вот а что ты делаешь, когда ты пишешь программу? Ну пишу там классы, функции. А почему бы тебе, ребятам, сразу не давать знания, именно чтобы они учились сразу писать? И вот родился такой метод, который стал очень эффективным. То есть мы вроде бы изучаем язык, но мы изучили функции, а в пределах функций начинаем дальше изучать язык. Тут подошли к тому моменту, вот почему классы, отвечая на прямой вопрос. А в Kotlin есть функции, которые используются как методы в пределах классов. Значит, логично будет... Что сделать? Конечно же, ребят. Логично будет взять и познакомиться с классами. Но опять же, когда я просмотрел справку по интернету, документация слабая. Все пишут в основном о сравнении с Java. А я думаю, нет, для меня дело так не пойдет. Понятно, я могу понять разработчиков. Они сравнивают Java, потому что на Java пишут миллионы, да, армия. И им надо показать, насколько прост Kotlin по сравнению с Java. Хотя Kotlin это тот же Java, только который практически всю рутинную работу Java делает автоматом. А мы сразу, как мы видим, выражаем мысль, да. И я начал сравнивать немножко по-другому. Я начал сравнивать с OOP. То есть, вот в Python OOP вот так делается. Это язык с динамической степизацией. А вот в Kotlin вот так делается. Сразу очень хорошо откладываются два языка. Ребята, ну, услышите вы меня. Ну, изучайте вы два языка. Ну, понимаете, если бы я... Мне когда-то человек толковый сказал Валера 8 лет назад. Учи два языка. Я бы был немножко уже дальше. Я хочу, чтобы вы теперь были намного дальше, чем вы можете себе представить. Kotlin это мобильный рынок для вас весь. Python это для вас сайты, серверная часть и почти все, что угодно. Эти два языка вам открывают огромнейшую возможность. Хорошо. Ну, вот теперь о курсе. Значит, сегодня у нас первый урок по классам. И мы с вами очень подробно разобрали, что такое класс. Я показал отличие на Python. Вот как делается. И наша задача была изнутри разобраться, потому что смотришь, там везде пишут конструктор, конструктор. А что же такое это конструктор? Что он делает? Как он обозначается? Его цель, роли? Потому что везде в коде Kotlin вы будете использовать конструкторы, первичные, вторичные. Но чтобы их использовать, мало сказать. Нам с вами надо было очень глубоко разобраться, что это такое. Чтобы нам, то есть Kotlin ООП стало понятным. Также вы получили домашнее задание, которое обязательно надо выполнить. Домашнее задание, опять же, в этой новой методике призвано дополнить урок. И это очень классно у ребят получается. И вот смотрите, первого урока домашнее задание не наследование. А я вас попрошу разобраться, что такое инкапсуляция. Информации много, вам надо разобраться. Инкапсуляция Java, Python, обобщенное понятие. Просто здесь в Kotlin инкапсуляция, мы будем заниматься, она реализована. Я не раскрываю, что это. Вы разберетесь. А мы будем в уроках дальше это использовать. Но сейчас надо, ребят, с этим разобраться. И вторая часть домашнего задания. Кроме того, что мы будем изучать, вы сейчас почитаете, что такое объектно-ориентированная программира. Я рассказал в уроках, как читать правильно. Ну и в конце, как обычно, мы перешли к коду. То есть начали разбирать код. Разобрали код, попрактиковались. То есть нам надо твердо стадовиться на ноги. Вы знаете, скажу откровенно. Меня очень воодушевили примеры, когда ребята начали спустя 5 месяцев писать на двух языках. Мне стало понятно, что если они будут продолжать, то через 2-3 года их код будет, ой-ой-ой, какой сложный. А для них он будет очень прост. И это классно. Но будем говорить так, что вот эта методика, она дает возможность миновать этап изучения. То есть изучение. И вот человек спрашивает зачастую, а как войти в язык? А ведь, ребят, ну, я сам полтора года не мог войти в 2009 году. Изучаешь это, то PHP выбираешь, то выбирал C-Sharp. Думаю, что учу некие понятия. А как это? Что это делает? И вообще, сижу себе и думаю тогда, ну, наверное, это у всех. А я, наверное, тупой. Ну, вот не понимаю я. Ребят, это творится со всеми. Вот это вот поэтому в моей школе пишут все. Я и сделал этот курс таким образом, чтобы вы понимали, чтобы у вас не было этапа. Вот изучил, да, пока делаю урок, понимаю, а писать не могу. И это же происходит с Python. Когда, пожалуйста, немножко работы, но код, смотрите, восьмимильными шагами улучается. Вот здесь мы видим код, написанный в стиле, хоть это классы, да, где-то, то есть это функции, да, именно в стиле функционального программирования. А потом мы, если идем дальше, да, пошли уже классы, но уже начинает использоваться. Вот порылись, когда я-то понимаю, надо сель сдать, сель сдать, сель сдать, разобрался. Смотрю, уже профессиональный код пошел. А ведь человеку пять месяцев в школе, и он в Котлин очень четко участвует. Все, все работает, ребят. Поэтому на сегодняшний день могу о себе сказать так. Я на сегодняшний день, спустя восемь лет, понимаю, как поставить на ноги программиста. Быстро, как это возможно, многое зависит от вас, сколько вы будете заниматься, да. Но, опять же, кто-то... Занимайте свободное время, ребят. То, что я объясняю исчерпывающее, это сто процентов. Ну, если честно сказать, вот я писал, жена всегда говорила, слушай, ну по твоим рукам столько людей учится, а ты вот не ценишь, да. А как тут ценить? Ну делаешь и делаешь. А вот когда все-таки я увидел совершенно реальные результаты, один пишет человек, Валерий Иванович, спасибо, я устроился на работу, взяли в банк. Другой сайт сделал. Это все пошло с семнадцатого года как-то. Третий, смотрю, вот прямо сейчас, уже на двух языках, штрочит, штрочит. Вот сказал, штрочит, строчит. В общем так, писать будете, и не сомневайтесь. Ну, а я закончу тем, что для тех, кто с этого видео начал, ссылка в описании видео. И сегодня мы начали рассмотрение класса. Вы поняли, да, почему суть. А дальше в пределах классов будем с функциями работать. Это уже будут называться методы, просто названия поменяют. И изучать дальше язык. Но кроме этого, у нас открывается еще одна возможность. Мы уже начали работать с Android Studio. То есть, то, что мы изучаем, нам надо код на практику, на практику, на практику бомбить. И вот сейчас как раз я уже делаю раздел, и будем применять его в Android Studio. Ну, а потом потихонечку и к блокчейну переберемся. Ну, там будет смешанно. Там надо будет и Python, и Java, и все. Поэтому готовимся основательно. Спасибо, ребята. Спасибо искренне за доверие. Это я увидел, в принципе, для участников школы. Поэтому, ребят, огромное вам спасибо за доверие. Просто-напросто... Вы знаете, я очень люблю то, что я делаю. Может, это кому-то бы казалось довольно нудным. Потому что вот 8 лет изо дня в день писать уроки... Ну, черт его знает. Ну, нравится мне это. Мне нравится не само написание, а когда человек говорит... У человека получается. Он начинает задавать вопросы другим. Решают там ребята. То поджанго решают. Боже мой, думаю. Я вспоминаю. Где-то я поджанго уже такой раздел потихонечку. Там решают с формами, с полями. Где-то я подсказываю, даю подсказки. Где-то там код я проскочил. Но вопрос. Я вспоминаю, когда начинала школа, мы всей школой обсуждали, как зарегистрировался на сервер. Сегодня уже в школе стоит задача многопрофильного программирования. Быстро поставить на ноги профессионального программиста. Потихонечку работаем в джанго со сложными вещами. Ко социальной сети. В общем, проходите все по порядку. Все получится. Спасибо. Для новых, кто начал с этого видео, ссылка в описании видео.